аришка у нас отправляется в школу до мы в общем собрались вот портфельчик и и она берет с собой это чтобы накрыться и едем в машинке сидим уже подготовились доедем в школу я ее отвезу и обычно как делают сейчас сейчас новый протокол а раньше я могла ее оставлять в школе теперь туда заходить нельзя поэтому ей выйдет tutor их не учитель машины не будут останавливаться ой выйдет tutor их откроет дверь и и оттуда вытащит с машины заберет в портфельчик и и уже поведут в школу нам ходить на луза что поехали хорошего тебе дня любимая ну что я уже приехала и сейчас стою здесь недалеко от школы припарковалась потому что когда мы их забираем мы не можем там на машине просто нереально вообще подобраться потому что все дети в одно время заканчивают и в общем там огромные пробки туда не пускают аж до пяти а наши где-то без десяти уже будут стоять во дворике и ждать когда их заберут нужно быть пунктальны и поэтому я уже приехала и сейчас буквально сколько еще 16 37 но буквально это через 40 минут я по чуть-чуть по чуть-чуть медленно уже туда пойду вот так вот и все я только что вспомнила что я по моему забыла взять дочки на дочки на этот бумажку с которой ее можно забирать но если честно я всегда забирала без бумажки все знают нас то есть как бы ну ко мне же не моя дочь не пойдет правильно вот ну а пим этого говорить не будем потому что я папе сказал что нужно все эту бумажку с собой иметь а самая как раз вот и сейчас сейчас мы как заберу аречку со школы я вам ее засниму потом покажу чтобы она рассказала как все нормально и нет и мы поедем быстренько в игрушечный магазин потому что я и обещала недорогой такой как чисто детальку такую чтобы она себе взяла что-нибудь такое малюсенькое что и нравится потому что вот из-за зубика что нам учиться и и просто потому что нужно отметить как-то до что она первоклашка у нас да она уже нас первоклашка что она начала вот этот взрослый этап такой школы уже настоящей школы с домашним заданием совсем-совсем поэтому мы поедем быстренько потом игрушечный магазин что-нибудь и выберем и домой пока еще в старый дом новым пока еще не въехали мы там по чуть-чуть по чуть-чуть думали как что поставить потому что место там гостины немного нужно всему место выделить всяким вещам но по моему у нас неплохо получится хочу показать как это все выглядит у нас около школы везде линии поставили две линии то есть вход и выход куда куда что в общем начертили все отдельно забирают деток с одних классов из других в общем вообще что-то смотри вот такая штука стоит вот у нас сама школа там вот эта штучка здесь такие линии где дистанцию нужно держать чтобы забирать своих быток вот так вот в общем здесь а там детки постарше будут там уже люди тоже ждут чтобы их забирать машины мы припарковали далеко и все тоже машины припарковали свои потому что на машине не подъехать вот так вот ждем пока выйдут вот туда в патио в дворик внутренний ждем 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 с дочей по бенедорму в магазин и грушечек расскажи я как у тебя дела в школе были прекрасно прекрасно при прекрасно я очень рада мы сидим как раз магазинчик вот он там впереди вот мы идем сюда сейчас что-нибудь выберем да в общем мы саречка купили питомцев лол пэтси такого маленького питомца там кошечку в домике сейчас идем хочу вам показать бенедорм как его сделали это авеню когда-то здесь было по две линии в каждую сторону все вот эта часть до деревьев и вот это деревья все это было асфальтом ну и сейчас это все прибрали смотрите какое красивое место для гуляния сделали машины еду только лишь в одну сторону что хорошо и вот такой вот замечательный пол смотрите красивенько как сделано с таким рисунком рельефным и даже люди могут здесь ходить десять километров в час всего лишь можно ехать и там конце такой круг в общем сделали все для людей давно была пора потому что люди постоянно натыкались друг на друга здесь и не могли нормально пройти помнишь дочка было тяжело проходить а сейчас она все вон скамеечки хотя прямо около дороги не знаю зачем но тем не менее в общем посадили кучу деревьев теперь стало намного приятнее здесь ходить тут еще до сих пор и продолжаются работы вот видите еще доделывают все близлежащие улицы теперь странно стало с автобусом его нужно брать вот здесь в конце улицы а не над против ложной стороны но если попадется кошечка лучше же ведь будет нет там у нее кошечка транспортинчики этому не кошечка там мы не знаем кто нет у нее мисочки но у тебя есть своя мисочка чтобы ей дать правда даже есть маленькие мисочки ну вот и дашь маленькую мисочку кстати вот тут стоит на последней и первые остановки маршрута последние adobe недорма первая в сторону альбира и алтей вот он номер 10 вот такой вот он есть нас он стоит отдыхает люди уже сели ждут пока будут отправляться вот но мы идем до нашей машинки мы я припарковали здесь недалеко а мне напоминает знаю что не шампунь мне напоминает или сосочку или карандаш не знаю почему вот здесь еще шампунь хорошо пусть будет в общем вот здесь видите еще дорога перекрытая будут ремонтировать во всю очень красивые ресторанчики есть милы он покрыт шерсткой он покрыт шерсткой в общем питомец в общем придем домой будем распаковывать задач мы можем просто так распаковать смотрите-ка сейчас погода у нас облачно тучи думаем что будет дождь ну посмотрим я сейчас сижу на полу мы приехали домой саречка кушает папа уже покушал то есть сейчас по делам по рабочим но я сижу рядом с ее портфелем и разбираются то что нам дали хочу вам показать нам дали вот таких вот пять масок но нужно перешивать эти резинки потому что они ужасно просто держатся на них нужно имя ее муж там ходит папа его одеть чем на эти маски нужно будет на ее имя эти специальными такими наклеечками для одежды потом дали такую коробочку тут на другой стороне инициал школы эта коробочка для маски но я закрывать не буду она просто будут туда класть запасную и все а для для своей маски ежедневно не другой чехол и потом далее вот этот бабик это они в нем кушают это такое как может показаться что-то платье вот такая как накидка на пуговках с карманами накидка на пуговках которую они одевают когда не кушать чтобы не запачкаться все и вся на нее тоже нужно ее имя наклеить и дали еще с прошлого года что у нее осталось и дали книжки целый мешок книг для первоклашки вот это все нам стоило 500 евро чтобы знали то есть весь материал там у нее есть свои собственные карандаши свои собственные там ножницы краски пластилин всякие палочки штучки такие шарики чтобы клеить в общем делать какие-то работы все 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 у нее есть свое плюс вот эти книги сначала нам дали вот такую вот это кембридж английский язык здесь две книги очевидно одна книга а вторая домашний буклет чтобы дома работать по ней вот и здесь в общем их две это первая книжечка китбокс вот такая с кембриджа видите их тут две вот это одно нужно кстати все книги будет облепить такой специальной штучкой которую они говорят такой как вкладка такая прозрачная знаете чтобы защитить книги потому что они будут дезинфицировать вообще ну как бы надо вот монстр фоникс такая же у них была в прошлом году только была другая книга была номер три это вот оранжевая старого кори потому что уходит была вот номер три у них теперь у них номер 4 вот этого цвета как вы видите вот такая там внутри две книжечки или три с историями ну и потом всякие вкладочки с информацией полно 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 всем по иду они тоже со мной здесь сидит да соскучился по аречке бедный соскучился бедный он тут целый день мяукал ходил куда ж мы дели аречку вообще дальше на английском языке у будет natural science то есть это я так понимаю вхождение немножко в биологию про и про тело натуральные науки это биология и анатомия человека очень биология грубо говоря по нашему да вот она такая это первые и первая книжка там внутри есть раз к рассказы всякие для деток это одна книга для класса и еще там несколько есть книг чтобы делать дома плюс два диска вот такая вот ой сколько мне смотрится клеить ой елки-палки это социальные науки то есть это жить в обществе вот так она здесь тоже три целых книги без первый второй третий уровень значит и диск конечно же вот такой это тоже на английском им буду давать дальше ой как я это не люблю бондент я его это наш не друг валенсианский диалект я вы просто не люблю я его понимаю конечно же но я его не люблю потому что не считаю что нужно нужно знать какой-то базовый уровень поэтому счастью только час валенсианского или два два часа валенсианского в неделю все остальное половина испанский половина английский то что нам повезло если мы могли в государственной школе то все было бы вот такое бондент бондент это хорошего ветра язык первого примария то с первой примарии первом классе вот такая вот книжка здесь их кому две книжки одна книжка и другая чтение непосредственно то есть в одной наверное грамоте потому что еще объясняют и вторая непосредственно для чтения висана лако я дельский роль это хвост этого белки вот белки две книжечки такие а это на испанском о этот всем другое дело это на испанском на костоянно тоже для первого класса примарии начальной школы первый триместр второй триместр третий триместр то есть три книги плюс чтение одна книга только для того чтобы развивать чтение вот такого вот что ортографите нас такое примерно было в общем здесь писать нужно ортографию правильное написание механизмы для обучению правильной ортографии то есть правильному письму вот такая книжечка детки которые как граффити рисуют эту не знаю как вот эту книжку непосредственно обложку обклеить если она была с такими кольцами ну как я не знаю общем посмотрим и здесь что у нас тут комбинация языков вот один из них повторен какой вычеркни его в общем ну вы чего здесь всякого разного кают огромная книжка как альбом такой и все больше ничего нет ну еще нам положили там всякие рекламки про дополнительные занятия но мы дополнительные занятия делать не будем уж потому что и так хватает до пяти часов вечера вот так все это мне предстоит обклеить специальные ленты такой для книг прозрачной потом подписать наклеить липкие эти специальные стикеры такие наклеить на одежду на маски и на все 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 остальное и потом эти все книги надо будет обратно вернуть в школу потому что у них есть свои ящички как в американских вот школах у них есть в их коридоре только их примарии то есть первых классов у них есть ящички металлические свои шкафчики так сказать у них есть свой код который они набирают там и все и открывается и вот они там держат все свои книги прям как прям как в америке и вообще интересно так у нас такого никогда не было мы все с собой таскали они там куртку держит там держит все и когда у них меняется урок они идут за своими книжечками и приносят уже новые книжечки вот так